Здравствуйте, Евгения. Садитесь. Итак, у нас с вами урожа математики. Сегодня мы с вами на уроке математики. Будем узнавать новое, интересное. Вы сегодня самостоятельно будете работать, будете работать в группах. Давайте прочитаем девиз нашего урока. Пожалуйста. Прочитай девиз нашего урока. Всякое умение трудом даётся. Садись на место. Как понимаете наш лиз? Всякое умение трудом даётся. Юля. Юля. Если потрудишься, то чему ты научишься? Молодец. Садись на место. Давайте мы с вами вместе дружно сегодня потрудимся и узнаем новое. Хорошо. Итак, разнымка для ума. Посмотрите на выражение записанное на доске. Найдите, какие равенства верны и какие неверны. И если они неверны, нужно поставить правильные скобки. Найдите. Найдите. Чисел 9 и 6 и 3. Дальше. Трижды 3, 9, дальше 0, 90. 90. Разделить на колпасу 40. Хорошо. Это верная равенства получилась. Следующая равенства смотрим, верно оно или нет. Саша. Это равенства неверно. Как надо расставить скобки, чтобы оно было верно? Где разность числа 9 и 6 разделить на 2. То есть вот как здесь, да? Да. Это равенства у нас неверно. Хорошо. 6 разделить на 2 будет 3, 9 минус 3 будет 6, 3 минус 6, 180, еще 0. Нет, нет, все 30 умножить на 6, 180. Хорошо. Вы согласны с ошибками? Правильно он засчитал? Хорошо. Последнее равенство. Верно оно или неверно? Верно. Все сказали верно. Так, сочитай Костя, пожалуйста. Как здесь выполняем действие? 30 умножить на 9, получается 270. Так. Мы считаем 6, получается 260. 4. И разделить на 2 получится? 230. Хорошо, молодцы. Итак, мы с вами выполняем разминку для ума. Посмотрите на результат. Если у вас 5, то 8, то 8, то 8, то 8, то 8. Какое число может быть лишним? И почему? Так, про. Я думаю, это число 45, потому что оно не было точно. Садись на место. Еще кто как думает? Юля? Я думаю, что это число 180, потому что оно круглое. Хорошо. Садись на место. Обратите на сумму. Цифры записи числа. Какое еще может быть лишнее число? Дай мне. 132. Потому что если сложить цифры, то... В сумме получится? 9. Подожди. 132 сложить в сумме получится? 6. 6. А сумма цифр? 45 и 100? 89. 9. Садись на место. Еще есть варианты? Больше нет вариантов. Ну хорошо, давайте дальше с вами попробуем. Итак, число 45. Составьте с этим числом правильную дробь, чтобы 45 было в знаменателе. Саша? 945. Молодец. Садись. Еще? Еще? Юля? 545. Хорошо. Еще? Маша? 445. Все верно. А теперь, чтобы число 45 было в числителе, составьте неправильную дробь. Саша? 45 диабетов. Да. 45. Хорошо. Костя? 45 шестых. Преврати свою дробь в смешанное число. 45, возьми, ты сказал, да? Пожалуйста. 45 шестых. 45. Кто сочетал? Юля, сколько получится? 7,36. Так. 7,36. Все согласны? Хорошо. Хорошо, Юля, молодец. Послушайте задачу. Итак. Скорость велосипедиста составляет 4,9 от 45. Какова скорость велосипедиста? 4,9 от 45. Что мы находим? Часть по числу или число по части? Данил? Часть по числу. Пожалуйста. Что ты делаешь? Я 45 делю на 9 и умножаю на 4. Получилось? 20 километров. 20 километров в час. Хорошо. Ребята, а что такое скорость? Что такое скорость? Скорость машин, мальчики. Ну, расстояние, Данил, пройдет за какую-то единицу времени. Итак, скорость нашего велосипедиста, ты, Данил, сосчитал, 20 километров в час. Она составляет половину скорости мотоциклиста. Какова скорость мотоциклиста? Юля? 40 километров в час. Вы согласны с Юлей? Хорошо. Итак, посмотрите сюда внимательно. Мы какую тему изучаем с вами на уроках математики? Мы изучаем тему видов одновременного движения по координатной ночи. Молодец. Видово одновременного движения. Вот у нас здесь все четыре вида. У нас едет велосипедист и едет мотоциклист. Да? Нужно ответить. Как и на сколько изменилось расстояние между ними за три часа? Пожалуйста. Юля, слушай. При движении на встречу расстояние между мотоциклистом и велосипедистом уменьшается на 180 километров за три часа. Как ты, Юля, сосчитал? Что ты сначала нашла? 40 сложилось 20 и умножилось на 3. Так, 40 плюс 20, это что ты нашла? Это скорость сближения. Скорость сближения. Как ты ее нашла? Еще раз. 40 прибавила 20. Сложила две скорости, да? Хорошо. Правильно Юлия сосчитала? Да. Итак, скорость сближения умножила на? На 3. На 3 часа и получилось что? 180 километров в час. На 180 километров. На 180 чего? Километров. Километром они стали? Сближаться. Ближе друг к другу, да? Хорошо, садись на место. Так, для второго вида движения, пожалуйста. Ксюша. При движении? При движении в противоположном направлении. Расстояние между? Расстояние между мотоциклистом и велосипедистом изменялось. Что делает оно? Увеличивается. Увеличивается. Значит, какая у них будет скорость? Как она называется? Это было сближение, они сближались. А тут они что делают? Скорость удаления. Так. И что ты будешь делать? Как находить? Как извинянуть расстояние между ними? Насколько? Я к первой скорости прибору, а к второй скорости. Так. Верно. И что здесь? За 3 часа на какое расстояние они уехали друг от друга? На расстояние 180 километров. Верно. Правильно, ребята? Все согласны? Хорошо, садись на место. Так, следующее движение. При движении в Дагонку расстояние между мотоциклистом и велосипедистом уменьшается на... Ладно, на что? На 60 километров в час. Да, значит, как это? Скорость удаления. Удаления. И на какой? Как ты это нашел? Я из скорости... А ты сказал 60, а никто не услышал? 60 километров за 3 часа. Подожди. Я из 40... Километров в час. Вычел 20 километров в час. Это ты нашел скорость? Скорость удаления. Удаление. При движении в Дагонку. А нам надо знать, какое расстояние за 3 часа? 60 километров. То есть ты что сделал? 20 километров в час умножил? На 3 часа получилось 60 километров. Хорошо, садись на место. Так, и последнее движение. С отсыдаванием. Кто, ребята, расскажет? Рома, пожалуйста. При движении с отставанием... Расстояние между... Расстояние между... Мотоциклистом и велосипедистом... Что делать? Увеличивается. На 60 километров в час за 3 часа. Так, все. Все согласны, да? И ничего на доске даже сейчас не заметили. Так, ну давай по порядку. Хорошо? Данил, ты ничего не заметил вот здесь? Какая здесь у нас скорость? Сближение. 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 Дарь, догоняет у нас мотоциклист-велосипедиста? Да. Да, здесь происходит сближение у нас с вами. А здесь какая скорость? Скорость удаления. Здесь скорость удаления. Как ты, Рома, ее находишь? Я больше, чем больше скорости у мотоциклиста, вы, чем меньше скорость у велосипедиста. Так, и на сколько они метра, километра в час удаляют друг от друга? На 20 километров. На 20 километров в час. А за 3 часа они удалятся на какое расстояние? На 60 километров. Удалятся на 60 километров. А тут ты там говорил, пудал. Километры, километры в час. Садись на место. Ребята, скажите мне, пожалуйста, зачем мы это сейчас с вами все повторили? Что мы повторили? Данил. Видо одновременного сближения. Хорошо. Раз, садись на место. Еще что повторили? Что еще повторили? Костя. Довторили скорость сближения и скорость удаления. Как находятся эти скорости? Верно. Садись на место. Для чего, как вы думаете? Данил. Чтобы учиться дальше. Верно. Садись на место. Кто еще как думает? Рома. Чтобы узнавать что-то новое. Чтобы узнавать что-то новое. Очень хорошо. Молодцы. Итак, мы это все с вами повторили. А сейчас посмотрите, что у нас будет. Так. При движении навстречу. Юль, помоги мне, пожалуйста. Возьми вот эти ристочки. Рома, помоги тоже уберите в противоположных направлениях и дальше. Поднимите с пол. Вот, скорее. Да, мы положили, да, уберем. Спасибо. Уберем именно кто-то, да, прошу. Посмотрите, что я сейчас сделаю. Из пункта А в пункт Б и пункт АВ вышли навстречу друг другу. Кто у нас с вами едет? Веросипедисты, мотоциклез. Пункт А находится в точке 0, а пункт Б в точки... Что, ребята, я изобразила сейчас? Скажи, пожалуйста. Координатный лодчик. Координатный лодчик, да? Хорошо. Теперь послушайте мое задание. Наши велосипедисты, мотоциклисты движутся на встречу друг к другу. Расстояние между ними 300 километров. Нам надо с вами узнать, на каком расстоянии они будут друг от друга через 4 часа. И через сколько времени они встретятся, если произойдет встреча. Итак, тетрадочки открыли. Решите эту задочку. Решает карту сам. Решает карту сам. Запишите решение с помощью выражения. Так, наша готова. Кто готов, ручка на готовке. Молодцы, ручку положили. Итак, на каком расстоянии друг от друга будут велосипедист и мотоциклист через 4 часа? Молодцы, на каком расстоянии друг от друга? В 80 километров. Так, Данил, у тебя какое расстояние между ними? В 60 километров. Так, у тебя на сколько? В 80 километров. Так, у тебя на сколько? В 60 километров. У кого-то по-другому есть вариант решения? В 60 километров. В 160 километров. Так, ребята, почему такие разные ответы получились? Скажите мне, пожалуйста. Вы смогли решить задачу? Да. А почему у нас тогда разные ответы? Что-то мы, значит, с вами не знаем. Да. Что-то мы не знаем. Давайте подумаем. Итак, что же мы не знаем? На какой вопрос вы находили сейчас ответ? Данил? На каком расстоянии друг от друга будут велосипедисты и мотоциклисты через 4 часа? На каком расстоянии они будут между собой? Мы с вами умеем находить какие-то расстояния? Ну, раз вы неправильно сделали. Нет. Не умеем. Значит, вот здесь у нас с вами получилась ошибка, да? Хорошо. А почему получилось? Потому что мы не умеем находить. Так, сформулируйте, пожалуйста, к чему мы будем учиться сегодня на уроке. Так, что мы с вами сегодня будем узнавать? Вот нам вопрос оставить. Как найти что? Костя. Как найти расстояние между объектами? Через какой-то промежуток времени. Хорошо. Итак, я вывешиваю. Как найти расстояние между объектами через какой-то промежуток времени? А еще какой вопрос я вам задала? Если произойдет встреча, то через? Сколько времени? Сколько времени, да? Время встречи. Хорошо. Итак, вот это нам надо с вами сегодня открыть. Станьте, пожалуйста. Давайте немножко передохнем. Руки вверх подняли. Потянулись, потянулись. Высоко, высоко. Направление вверх. Направление вниз. Прогнулись по кошечке. Прогнулись. Руки тянем вниз. Молодцы. Вверх руки подняли. Направление вверх. Потянулись, потянулись. А теперь руки в сторону. Сделали. Так представили, что наши ладони, там мотоциклист, велосипедист, они едут медленно навстречу друг другу. Скажите, пожалуйста. Вот они приближаются. Они прошли какое-то что? Расстояние. Они прошли каждый салф. А что нам надо найти? Какое расстояние между ними? Между ними. Покажите, где между ними. Так, еще раз. До плеча они у нас сближаются. А расстояние между ними, это расстояние от вашего плеча до вашего плеча. Итак, понятно, что мы будем их? Садитесь на них. Мы с вами будем работать с группами. Давайте вспомним. Как мы работаем в группе? Это правильно, Вера? Это нужно работать дрожьно-слаженно. Хорошо. И еще как, Костя? Тихо, не слаженно. И еще как, Маша? Работает цепочкой. Работает цепочкой. Молодцы. Правила повторили. Давайте план составим. Как вы будете исследовать эту задачу? Что нужно сначала сделать? Каким способом? Как мы с вами изображаем движение? Вспоминаем? Что мы для этого делаем? Саш, ты вот даже сделал здесь. Координатный луч. Координатный луч начертил. Так, что такое координатный луч? Маша? Преднака луча-числового луча, по которому могут передвигаться точки. У нас передвигаются велосипедист и мотоциклист. Да? Садись на место. А координатные точки, это что такое? Костя? Это число, показывающее расстояние точки. Луча-числового начало. Луча-выраженная. Выбранных единиц. Верно. Выбранных единиц. Итак, координатный луч вы будете исследовать. Да? Хорошо. Дальше покажете движение на нем. Дальше что надо будет делать? Показали движение, отметили точки, где они находятся. Дальше что нужно будет делать? Что заставить в группе надо будет? Костя? Мы будем ставить таблицу. Таблицу зависимости чего? Что мы будем исследовать с вами? Расстояние. Расстояние? Между объектами. Между объектами. Обозначим его буквой D. Правда? В зависимости от чего? От скорости. От чего? Каждая точка координату свою меняет. От чего в зависимости? От движения. От времени движения. Итак, понятно, что вы будете делать? Хорошо. Итак, открываем учебники. Ребята, а тема до нашего урока? Какая сегодня? Мы цель сказали, а тема? Тема. Какое движение мы будем исследовать? Движение. Дети, какое движение мы будем исследовать? Как движутся наши велосипедисты и мотоциклисты? Одновременно. Одновременно как? Так, на встречу друг к другу посмотрите сюда. Итак, тема нашего урока. Встречное движение. Найдите, пожалуйста, в учебнике эту тему. Встречное движение. Страничка 89. Итак, вы работаете группой. Здесь уже иначе это показано. Движение объекта. Работаете вместе с ипочкой. Тихо, не мешает кому-то. Заполняйте все. Вместе с ипочкой. Ты начинаешь. Движение отмечаем свое. Начинаем. Вести начинаем. Начинаем сразу же. в какой точке ну это циклист 300 расстояние между ними в ходу 300 вот она тут есть, да? Дальше Валя продолжай Валя через час 20 260 а расстояние между ними какое? Как найти? Смети что мы должны найти? Смотрите, смотрите как найти расстояние между точками 260 260 240 240 240 А как-то к другому не отношусь Что тут сделали? А что такое 300? Из всего пути вышли что? Вот это что такое скорость движения умноженная на час Скорость умноженная на час Раз, да? Которые они прошли Сколько они прошли? 20 и 40 Сколько? 60 Прошли 300 60 будет 240 То есть это они прошли На что это делать? Из всего расстояния Вы читаете то, что они прошли Вот работаем дальше Дальше Рассказывай дальше Вы слушаете Вы слушаете Как что у вас рассказывают? Дальше 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 Кто вы сейчас Говорит? Стран А я не вижу Как вы нашли Дальше Это надо Подготовить А тут Как где ваш движение? Показывайте движение. Так, какая, ребята, группа готова? Так, заканчивайте работу. Запишите, как вы нашли расстояние между велосипедистовым, это циклистом. Ты скорость нашел. А расстояние как? Сюда смотрите, как вы выходили. Что делали вы? Что делали? Из чего? Из всего. Из чего? Расстояние. Первомычайный, да? Да. Что вы читали? Умноженное на что? На время. То есть уж смогу. я смотрю кто готов показали кто готов молодцы молодцы там заканчиваем работе готовимся отвечать промо ты выходишь из этой группы показываешь движение здесь сейчас вместе будем работать данил ты выходишь из вашей группы будешь заполнять табличку все приготовить проверять итак начинаем рассказывать заполнять табличку так начиная начиная начали движение рассказывает записывать тогда на этой так координаты 300 300 так хорошо показываем расстояние между ними было какое расстояние между ними было 300 километров весь наш путь до расстояние между ними было 300 километров через час мотоциклисты вы не рассказывали дальше дальше так хорошо а как мы находили скорость сближения на 40 километра прибавляли прибавляем 20 хорошо и на каком расстоянии они стали между собой через два часа расстояние между ними стало каким так вы согласны с юлей у вас так же у вас так же и так в начале движения расстояние туда посмотрите между ними 300 километров правда через час между ними расстояние какое стало как это мы с вами нашли нашли скорость сближения то что они прошли каждый здесь и здесь дальше и из 300 вышли сумму 40 вышли 60 получилось и так вот у нас расстояние между ними через час дальше так дальше дальше саша романовский рассказывает через три часа а через два даже через два часа какой ребята давайте скорее у вас написано же маша монопопа через два часа романовский диск какой точке так то есть вот они прошли какое-то расстояние да это ты это дальше и между ними расстояние какой какое расстояние они прошли 60 умножить на два часа будет сколько 180 и 30 минус 180 и 300 минус 180 сколько ребята у вас получилось сколько ребята у вас получилось какое расстояние ну скорее 300 минус а вместе ведь они идут один прошло 40 а второй за два часа сколько прошло 40 до 40 80 а вместе они за два часа за два часа прошли 60 умножить на два сколько 120 300 минус 120 сколько они прошли ну сколько прошли договорите 300 минус 120 получится 180 вот данил правильно записал и так вот у них расстояние за два часа посмотрите еще меньше стало да так дальше смотрим они прошли теперь сколько все же продолжает через три часа три часа прошло один прошел три часа расстояние прошел там он прошел три часа расстояние как дошли в это расстояние которое они вместе прошли скорость какая у нас 60 это у нас скорость сближения да что мы сделали за скорость сближения умножили на три часа сколько они прошли вместе 180 км они прошли вместе а сколько между ними осталось и так смотрит вот они прошли три часа один прошел три часа второй прошел три часа вот между ними какое расстояние осталось да и чему чему оно равно 120 120 километр так у кого также поднимите руку молодцы дальше рассказывай валя дальше рассказывай прошло четыре часа до хорошо сколько они прошли километров вместе как мы находим скорость сближения 60 умножаем на на 3 мы уже на 4 умножаем да сколько получается 60 умножить на 4 сколько будет 60 умножить на 4 будет 100 240 километров они прошли да мы скорость сближения умножаем на их время хорошо и что теперь надо сделать вычесть из 300 между ними расстояние будет 60 километров и так вот смотрим расстояние у нас еще стало меньшими между ними 60 километров хорошо как произошла встреча через колька через пять часов ребята как вы можете показать точку место встречи что там можно поставить вложу нарисуйте там пошел и так вот через пять часов они у нас встретились давай проверять какое расстояние они прошли вместе что ты сделал скорость скорость мотоциклиста и скорость сближение умножил на пять часов получится сколько 300 на пять часов умножить так и расстояние у нас было 300 то есть они все расстояние преодолели хорошо садись нами и так что вы находили между между объектами как вы его находили пожалуйста 300 это что такое это весь путь весь путь весь путь ребята какой буквой можно обозначить буква путь формула верно и так весь путь что вы делали дальше из его пути сколько они прошли вместе смотрим сюда вычитали то расстояние которые они прошли вместе да как вы его находили то расстояние то расстояние которые они прошли вместе что вы делаете подожди и так вы из его пути вычитали путь который они прошли как вы находили путь который они прошли за час за два за три не глядя вот сюда вот на три их скорость находили скорость как мы их скорость мы прибавляли скорость на пятьдесят так и умножали и умножали на время и вот это расстояние которое они прошли вычитали из всего пути хорошо итак что это мы с вами находили еще раз скажите расстояние расстояние буква d у нас с вами между объектами посмотрите что у нас получилось формула получили формула чего еще раз скажите пожалуйста алиса через определенный промежуток времени и так поднимите у кого-то такая же формула получилось записать в какой группе такая же форма вы записали числами давайте теперь запишем буквами запишите ниже под вашими числами запишите буквами сразу буквы молодцы очень хорошо второе задание под буквой b так что там нужно составить прочитали ребята задание сейчас что там нужно составить с помощью математических букв формулу совершенно верно так посмотрите мы на второй вопрос не ответили как найти на время встречи как найти время ребята вспоминаем форму как найти время и формулу пути помнит но нужно расстояние разделить на скорость внимание встречи расстояние какое 300 то расстояние который у нас общие да расстояние мы должны разделить на скорость А скорость у нас тут какая? 20 и 40 метров. Какая? Как мы ее называем, когда у нас 2 метра? Итак, скорость сближения. Верно. Значит, мы должны... Скорость... Скажи еще раз, как мы будем находить время встречи? Мы скорость... Ой, мы расстояние разделим на скорость... На скорость сближения, да? Как по-другому можно записать? У вас вот там нет, не написано скорость сближения. А как можно по-другому записать? Время встречи равно... Еще раз скажи, как? Расстояние, деленное на что? А как мы скорость сближения тут находили? Мы 40 километров. Скорость сближения, 500. Добавляем 20 километров скорость сближения. Ну что, буквами-то нам записать надо, что сделать? Да, я буду... Правильно, Ксюша, В1 плюс... В2. И скобочки поставить, да? Хорошо. Запишите, ребята, формулу у себя в учебнике. Запишите формулу, как найти время встречи. Какую формулу мы еще не записали? Как вы думаете? Время встречи записали, да еще тут вот так вот, с расшифровкой. Расстояние, которое между ними, мы записали с вами. А еще что можно найти? Скорость. Скорость можно найти. И еще? Обратная задача. Само расстояние. Правда? Ребята, а само расстояние, С, как нам найти с вами? Как, Данил? Нужно скорость умножить на время. Так, хорошо. Значит, расстояние мы как будем находить? Мы что сделаем? Скорость ближения умножаем на время встречи. Запишите. Какие мы с вами величины рассматривали? Еще раз, давайте подумаем. Мы решаем задачи на движении, да? Значит, какие тут у нас величины? Еще раз. Скорость, время, расстояние. Скорость, время, расстояние. Мы это знаем уже с вами? Да. А сейчас открыли эти формулы. Для какого движения? Для какого, Данил? Для встречного движения. Для встречного движения. Здесь только надо обращать внимание на скорость сближения. Хорошо, ну решите нашу задачу. Открыти на вопрос. Какой у нас с вами был вопрос? Вспоминай. Данил? По какому расстоянию друг от друга будут... Велосипедисты, мотоциклисты? Через 4 часа. 4 часа. Запишите решение задачи в тетрадь, пожалуйста. Чем ты будешь сейчас пользоваться? Формулами. Конечно, формулами. Так, у кого же был правильный ответ? 60 километров. 60. Так, ну доказывай, Гриша, раз 60. Давай доказывай. Через 4 часа. Как ты записываешь решение задачи? Слушаем тебя. Значит, мы находим расстояние между ними. Составляем выражение. Надо что сделать? Из всего расстояния. Это у нас чему равно? 300. 300. Да, дальше. Начинаем. Скорость. Скорость сближения, умноженную на время. Какая у нас скорость сближения? Как мы ее находим? Первую скорость сближения. Ну, диктуй. 40 плюс 20. Так. 40 плюс 20 километров в час. И мы умножаем на 4 часа. Хорошо. Считай. Считай, Гриша. 60 километров в час. Умножить на 4. Получится. Из всего расстояния 300, вычесть 240. Получится? 60. 60 чего? Километров. Хорошо. Что это мы нашли? Еще раз скажи, Данил. Это расстояние между мутосклистом и велосипедством. Через? 4 часа. Хорошо. Что надо было еще узнать? Что надо было еще узнать? Время встречи. Пожалуйста. Опять формулой воспользуемся. Решаем. Кто расскажет, как найти время встречи? Так, ну молодцы. Вот так. Данил молодец. Еще кто молодец? Тут вот сидят ребята. Скорей, скорей. Саша, говори. Как мы находим время? Расстояние мы делим на скорость. Скорость движения. Давай говори. Садись, пиши там и говори. Расстояние 300. Мы считаем скорость 60. Ой. Мы считаем скорость 60. Делим. О. Он сразу скажет. Ну давай запишем как по формуле. Скорость движения мы находим в первой скорости. Первой скорости прибавляем. Прибавляем вторую скорость. И что у нас получается? Так. Спасибо, Ксюша. Конечно, разделить. Так. И 300 разделить на 60 получится? 300 километров разделить на 60 километров в час получится 5 часов. Итак, через 5 часов они встретились. Хорошо. Так, кто понял? Молодцы. Я за вас очень рада. Значит, нужно будет дома придумать такую же задачу, где вы смогли бы найти расстояние между объектами и время, через которое они встретились. Так, что нового вы сегодня на уроке узнали? Чему мы учились на уроке, ребята? Давайте скорее. Чему учились? Костя. Мы учились на уроке постоянным объектами. Через какой-то промежуток времени. Хорошо. И еще что мы с вами научились делать и сделали на уроке? Рома. Мы сегодня научились находить время встречи. Хорошо. То есть мы с вами записали эти формулы. Хорошо. Давайте подумаем. Как вы, каждый сам, оцените свою работу на уроке? Что у вас получилось, что не получилось. И работу вашей группы. Ксюша. У меня сегодня все получилось, я не прописала ошибок. Ты первоначально правильно решила задачу? Нет. Нет. Ты теперь знаешь, как найти расстояние между ними? Да. А потом в группе работали хорошо. Садись на место. Пожалуйста, Рома. Я знаю, как выполнить задание на новый способ действия. А новый способ действия мы учились находить? Нет. Расстояние между объектами и время встречи. Хорошо. Садись на место. Кто вам помогал сегодня в своей группе? Чью работу вы могли бы оценить? Пожалуйста, Саша. Нет. Мне понравилось, как работал Леонова. Да. Он вам помогал в группе? Да. И всему классу помогал. Да. И пятерку правильно он все делал. Садись на место. И еще, Юля. Наших людей не понравилось. Ксюша, Маша, и Костя. Мне понравилось, как наша группа работала. Я вам тоже, я вас, валю. Садись на место. Так. Пожалуйста, еще, Алиса. Мне понравилось, как сегодня работал Данил. Данил хорошо работал. Отвечал у доски. Данил и пятерку. Так. Ну и вот та группа работала дружно. Они получатся работать еще больше. Итак, ребята, вы сейчас каждый сам подумайте, как ты работал, что у тебя получилось, что не получилось. Посмотрите на дату на сегодняшнюю. 14. Что сегодня за день? День Святого Валентина. День Святого Валентина. Вот мы с вами сейчас вместе составим наше большое красивое сердце. Если вы все поняли, и у вас все получилось, вы возьмете в разное красивое сердце и приклеите его на наше. А если что-то не поняли, там есть фиолетовое сердечко. Итак, пожалуйста, первая группа может туда выйти и приклеить свое сердечко. А наши запьяны за курочек. Встаньте, пожалуйста, всем. Спасибо вам обзору. Сейчас группа отойдет и не приклеите свое сердечко.